здравствуйте сегодня мы с вами будем сеять флоксы время посева на рассаду февраль-март месяц купила я семена флоксов однолетников берем емкости насыпаем агро вермикулит это у нас будет дренаж сверху насыпаем почвосмесь состоящую в равных долях из цветочной земли песка и перегноя уплотняем почву ложечкой и увлажняем из пульверизатора делаем бороздочки и сеем семена поверхностно не заглубляя и не присыпая почвой после посева опрыскиваем и ставим целлофановый пакет убираем наши контейнеры в теплое и освещенное место каждый день будем проветривать контейнеры и убирать конденсат сходы должны появиться через неделю сейчас я покажу сеянцам семь дней появился от один только сеянец через девять дней уже побольше как вы видите сеянцев это через десять дней 11 дней прошло подрастают какие-то только выходят из почвы стоят они в теплом у меня и освещенном месте поливаю их из пульверизатора два раза в день утром и вечером проветриваю их открываю и в течение недели потихонечку снимаю полностью крышку с контейнера 21 февраля я их посеяла я потом покажу по месяцам как они у меня росли какие они были в апреле потом в мае эти подросли уже когда на рассаде появится два настоящих листочка мы будем делать пикировку вот 28 дней прошло после посева как видите сеянцы все стоят двумя настоящими листочками значит будем их пикировать я взяла горшочки наполнила их почвой здесь я видео почву в горшочках проливаю но в последующие разы когда я делаю пикировку я уже не поливала воду то есть в сухую землю легче сажать землю уплотнять а затем уже поливать и так я взяла почву плюс перегной плюс песок чтобы она более такая рыхлая была вот видите поливая почву не надо то есть значит наполняем контейнеры уплотняем почву делаем в центре отверстие и с земляным комом аккуратно переносим каждый сеянец затем мы его как бы утапливаем по семидольные листочки уплотняем землю вокруг него и затем уже поливаем чтобы вот этих воздушных мест у нас между корнем и сей между корнем до сеянца и почвой не оставалось то есть стараемся земляным комом все это брать несколько дней после пикировки где-то два-три дня бережем их от прямых солнечных лучей и затем уже ставим ко всей рассаде на подоконник переносят они пикировку очень хорошо вот я показываю как я ухаживаю за рассадой то есть я ее поворачиваю чтобы она не вытягивалась в одну сторону естественно у меня хорошее освещение вот видите как я поливаю рассаду флоксов то есть я ее чисто опрыскиваю она небольшая такая еще я ее из пульверизатора опрыскиваю поливаем мы всегда утром всегда отстоянной водой удобрения я использую агриколу и крепыш специально для рассады все разбавляю как положено в инструкции к удобрению и после только полива всегда делаем удобрение вносим после полива растений это вот сейчас флокса я вам показываю в апреле месяца где-то середина апреля такие они уже подросшие после пикировки крепенькие все стоят хорошие а это уже 11 мая как вы видите один уже цветет другие набирают цвет прекрасно себя все чувствуют и естественно когда рассада у меня начинает подрастать я ее не поливая из пульверизатора поливаю из лейки как обычно все растения выбираем место для флоксов чтобы пересадить их в открытый грунт делаю я это в конце где-то мая может быть начало июня я смотрю по погоде выбираем место должно быть оно солнечное не в низине они хоть и любят влагу но переувлажнение тоже не переносят стараемся пересаживать их в открытый грунт методом перевалки то есть достаем их аккуратно переваливаем в ямку специально приготовленную для флоксов ямочки делаем на расстоянии 20-30 сантиметров и методом перевалки их пересаживаем землю опять уплотняем эмульчируем торфом либо перегнуем дальше у нас уход будет состоять в рыхлении после полива в поливах естественно должна быть почва всегда увлажненной и значит подкормки обязательно каждые 2-3 недели делаем подкормки после полива специальными удобрениями для цветущих растений всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до свидания здесь это здесь и здесь есть